Здравствуйте! Тема урока – оксиды углерода, практическая работа, получение углекислого газа и изучение его свойств. Сегодня на уроке вы научитесь описывать условия образования диоксида и монооксида углерода при сжигании углерода, объяснять физиологическое действие угарного газа на живые организмы, получать углекислый газ, доказывать его наличие, изучать его свойства. При горении топлива образуются оксиды углерода. Например, при горении угля, бензина, дров, природного газа, пропана, нефти или метана, образуются при недостатке кислорода угарный газ, СО. При горении дров, природного газа или бензина продуктом неполного изгорания будет монооксид углерода, СО. А продуктом полного сгородия – СО2 – углекислый газ. Оксид углерода двухвалентного или СО – монооксид углерода. По-другому его называют угарный газ. Это бесцветный газ, без запаха, без вкуса, плохо растворяется в воде, ядовитый. Это сильный восстановитель. Горит на воздухе с выделением большого количества теплоты. 2СО плюс О2 образуется 2СО2. Выделяется тепло в количестве 577 кГ. Рассмотрим действия угарного газа на организм. Угарный газ образуется при неполном сгорании топлива, то есть при недостатке кислорода. Попадает он в организм через дыхательные пути. Его токсическое действие основано на соединении с гемоглобином крови. При этом гемоглобин теряет способность переносить кислород. Физиологическое действие угарного газа. Признаки отравления угарным газом схожи с признаками простуды или пищевого отравления. Некоторые из признаков отравления угарным газом. Головная боль, тошнота, рвота, головокружение, удушье. При тяжелом отравлении смерть наступает за несколько минут. Степень отравления угарным газом для здорового взрослого человека среднего возраста определяется концентрацией СО, монооксида углерода, выраженной в миллионных долях. Условно обозначается ППМ. При 50 ППМ эффект не наблюдается при воздействии угарного газа в течение 8 часов. 200 ППМ наблюдается легкое головокружение при действии угарного газа в течение 2-3 часов. 400 ППМ головная боль и рвота в результате 1-2 часового воздействия. 800 ППМ через 45 минут появляется головная боль, рвота, головокружение, коллапс и потеря сознания при часовом воздействии. 1000 ППМ потеря сознания после часового воздействия. 1600 ППМ через 20 минут появляется головная боль, рвота, головокружение. 3200 ППМ через 5-10 минут головная боль, рвота, головокружение. В течение 30 минут наступает коллапс и потеря сознания. 12800 ППМ при воздействии в течение 1-3 минут физиологический эффект наблюдается незамедлительно. Потеря сознания и риск смерти. ОКСИД УГЛИРОДО 4-х валентный или СО2-диоксид углерода. Его называют еще углекислым газ. Это бесцветный газ, без запаха, без вкуса. При растворении в воде образует слабую кислоту, угольную. СО2 плюс H2O образуется H2CO3. Углекислый газ образуется в результате дыхания, а также в результате полного сгорания топлива. Физиологическое действие углекислого газа. 300-400 ППМ. Для человека такая концентрация безопасна. 400-600 ППМ допустимое содержание углекислого газа в воздухе. До 600 ППМ рекомендуемое содержание для детского сада и школы. 800-1000 ППМ. Качество воздуха снижается. Выше 1000 ППМ у человека наблюдается головная боль, слабость, изменение в ДНК. Выше 2000 ППМ нарушение здоровья. Практическая работа номер 7. Получение углекислого газа и изучение его свойств. При проведении практической работы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Работу проводить в халате и в перчатках. Особую осторожность соблюдать при работе со щелочами и кислотами. При нагревании веществ необходимо держать пробирку от себя. Опыт первый. Получение оксида углерода 4-х валентного. Соберите прибор, положите в пробирку несколько кусочков мела, прилейте немного соляной кислоты. Полученный углекислый газ соберите в стакан или колбу и закройте. Уравнение реакции получения углекислого газа. Кальций СО3 плюс 2-х хлор. Образуются кальций хлор 2, СО2, газ и вода. Второй опыт. Внесите в стакан горящую лучинку или спичку. Что наблюдаете? В пробирку налейте на 1,4 ее объема дистиллированной воды. Добавьте лакмус и пропускайте через нее углекислый газ до изменения окраски индикатора. Так, соберем прибор для получения углекислого газа. В пробирке помещен карбонат кальция, мел, несколько кусочков мела. Добавим к карбонату кальция соляную кислоту. Конец газоотводной трубки опустим в чистую колбу, куда будем собирать углекислый газ. Добавляем соляную кислоту к мелу. Наблюдаем выделение углекислого газа. Собираем несколько минут. Закрываем колбу с полученным газом. В колбу с углекислым газом внесем тлеющую лучинку. Мы видим, что лучинка не загорается, она потухла в атмосфере углекислого газа. Добавим в колбу с углекислым газом небольшое количество воды. И определим среду раствора с помощью универсального индикатора. Мы видим, что универсальный индикатор приобретает розовый цвет. То есть среда раствора кислая. Итак, горящая лучинка при помещении в стакан с углекислым газом потухла, так как углекислый газ не поддерживает горение. При пропускании углекислого газа через дистиллированную воду образуется угольная кислота, поэтому цвет лакмуса изменяется. СО2 плюс H2O образуется H2CO3. Вывод. Углекислый газ не поддерживает горение. При взаимодействии с водой образует угольную кислоту. Третий опыт. В пробирку нальем 2 мл свежеприготовленного раствора гидроксида кальция из висковой воды и пропустим через него углекислый газ. Почему из висковой воды помытнеет? В пробирку наливаем гидроксид кальция. Через раствор из висковой воды пропустим углекислый газ. Итак, из висковой воды помытнела. При пропускании через висковую воду углекислого газа из висковой воды помытнела. Так как происходит следующая реакция. Кальций OH2H2 плюс СО2 образуется кальций СО3 осадок плюс H2O. Если продолжить пропускание углекислого газа, то есть избыток углекислого газа через висковую воду, то образуется растворимая соль гидрокарбонат кальция. Кальций СО3 плюс СО2 плюс H2O образуется кальций HCO3 дважды. Вывод. Углекислый газ взаимодействует с раствором щелочи, образуя карбонат. При избытке углекислого газа образуется гидрокарбонат. Подведем итог урока. Сегодня на уроке вы научились описывать условия образования диоксида и монооксида углерода при сжигании углерода. Объяснять физиологическое действие угарного газа на живые организмы. Получать углекислый газ, доказывать его наличие, изучать его свойства. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...